Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт, я только что посмотрел пятую серию Лунного Рыцаря, пока не могу высказать какое-то мнение краткое даже по серии, потому что эмоции вот такие смешанные, ну я чуть в ролике скажу, но это там первая реакция, потому что только что посмотрел, буду делать разбор, он утром как всегда выйдет, и там я выскажу какое-то мнение, потому что буду серию все равно пересматривать, и все эти моменты вновь обмозгую, выдам может быть что-то конкретное, пока непонятно, что серия наполнена флешбеками, историей того, что происходило до событий сериала, и короче пока сложно это в голове уложить, вроде она и хорошая, но вроде ничего-то там такого сверхъестественного нет, но Оскар Айзек, это изумруд киновселенной Марвел 100%, очень классный актер, ну это было и понятно, но в этом сериале он раскрылся даже для кого-то по-новому, давайте смотреть запись эфира и ждем разбор утром. Отсылка Какой он безумный с этими линзами, у него реально взгляд какой-то страшный Отсылка на Интерставр Как у него получается всегда выглядеть по-разному, я вообще не понимаю Актер Я думаю про Стивена будет, как он с ним в детстве познакомился Он здесь похож, кстати, на Де Ниро чем-то Он так еще с каким-то акцентом говорит Актер Вообще не понял, что сейчас было, это был Джейк что ли, или что? Маникюр, девочки, записываемся на гиппопотамию маникюр Противствуешь? С tengah Ну это прям канон! Один в один комиксné Да, да, да. Кроули его прям назвали. Он был только в титрах, а теперь его назвали Кроули. Ну, это было понятно еще тогда, мы говорили обоих. О, Гудди! Это работает! Посмотрите на это! Ну, я думаю, будет завязка на том, что покажу Джейка. Потому что он будет как бы ключом к тому, что им надо в итоге мозг в себя привести. Потому что без третьей личности не получится. Ну, это как в первой серии на весах Амут. Помните, тоже у него был хаос такой. Опа! А вот этого они не знают, да, оба не помнят? О-о-о-о! Он в черном весь... Там QR-код был? Блин, я не заметил. О! Сейчас на них побегут эти мумии. А, это трупы тех... Ну, тела тех, кого они убили? Кто это? Ну, я так понимаю, это и есть. Сам Марк. Это Мефисто? Мам. Ну, да-да-да, все-таки-то. Мы едем позже. Или, стоп, нет, это брат. Доктор Граунд. Ну, вот они в детстве смотрели это ТВ-шоу и играли в роли. Опа. Ну, ничего себе, там реально вода быстро заполняет. Давай, ребята! Мы должны уйти сейчас! Девятый дождь! Девятый дождь! Девятый дождь! Давай, брат. Ты должен был держать его в безопасности. Степен, давай. Девятый дождь! Девятый дождь! Девятый дождь! Девятый дождь! Твоя fault! Это все... Дааааа... Девятый дождь, давай. Венди, пожалуйста. Как будто он его лично потопил. Мы просто будем брать от кандалов, сейчас? Я... Я... Я должен знать, что ты сделаешь что-то такое. Да, конечно, Марк, это оригинальная личность. Девятый дождь, Марк. Что случилось в этой комнате? Марк. Это все, это все. Все правильно! Степен! Отпусти меня! Оооо... Это, наверное... Тот день, когда он стал... Ну, когда он умер. Убил граждан. Но он-то не убивал. И ты веришь в это? Хех. Я бы не бросил тебя. Я работал для моего старого С.О. Бушман. Канон. Но мы не сделали это. Очевидно. Какой-то он молодой, я думал, он старше будет. Там в комиксах такой дедушка уже был. А, покажут момент, как он... Эээ... Впервые стал... Лунным рыцарем. Вот его, по-моему, в промке показывали. Там очень красиво. Но это, пожалуй, пока такой самый... Каноничный сериал Марвел. В плане, вот, основы на комиксах. В базировании на комиксах. Чтобы быть мои руки... Мои глаза... Венженс. Мне кажется, что все-таки это Хонсу его... Его разум расколол, чтобы... Потом его сделать своим войном. Потому что вот этот... Маленький скелетик, когда они... Бегали маленькими еще... Мальчишками. Путников Ночи, это путешественник. Оо... Маленький скелет. Грунг. Грунг. Он был и пыли от старого года. Профессион мужский скелет. Грунг. 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 Так можно и интерес вообще весь упустить. Прям, мне кажется, это серия самое-самое время. Давайте просто поговорим. Сейчас, сейчас, я расскажу вам, я расскажу вам все. Хорошо? Я просто начинаю. Не сделай нас туда снова. Это будет все твои fault! Нет, 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 ты не можешь! Я не буду делать! Я не буду делать! Ты не можешь! Ты не можешь! Ты не можешь! Ты не можешь! Я хочу! Стой! Стой! Ты смотрел слишком много фильмов, хорошо? Гиг, получается. Киночлены Марвел пересмотрел вот так вот. Началось. О, там был Стивен Гранд, доктор. Смотрим отсылки. Он, короче, придумал вот в этот момент Стивена, видимо. Поэтому Стивен помнит ее другой. Оооо... Блин, сходи! Смотри, здание этого места! Хе-хе-хе Верь, что lockdown была добрым.시х precio вСух Что? Угу Чтоinterа вы говорите? of she's alive Я говорю с ней каждый день. Что вы говорите? Ответ. 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 zup Ответ. 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 Стивен. О, боже мой, я прошу тебя Стивен words Espera Что это? Для добрым вас anymore Вдох Какая-то怖ая Очарование Симпсон момент Ускарайзек Это вообще, конечно, золото этого сериала А может быть, тогда Марк и соврал просто, что он не помнит Потому что это похороны, и он в черном Или это третья личная Ну сейчас посмотрим Я очень надеюсь, что все-таки они реально Только не плачу Да я не плачу, ну все, нормально Прошел момент уже, как бы, грустный Угу Вот, он создал, чтобы не печалиться о смерти Все, понятно А, нет, это Стивен Ну давайте, давайте Все, уже раскрывайте Мы уже ждем Мефисто появления, так сказать Ого Мумии полезли Зомби Не будет третьей личности Мефи, Мефисто момент Тогда уж Джейку Локли просто не звонили Представьте, если реально здесь они сделали как с Мефисто Я опять Я буду теперь Джейк Локли Да он справился Получше, Марка Ой Стивен 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 Да ну Стивен пропадет в этой серии Я прям не верю Ой, это ночь в музее Отсылка Да ну Я не верю, что так Сто процентов Его вернут Опять Я не буду так Ну не знаю Я короче думаю, что его вернут Потому что это очень важный персонаж Как Хотя если в сериале всего один сезон будет То может и не будет Нового создаст Это финал? Не говорите, что это финал Серьезно Это сейчас финал будет? Ну Вы издеваетесь Ну так нельзя Так нельзя делать Ну так Так не поступают с людьми Ничего себе Как-то он этот Включился трек Да что Что они делают? Я не помню Они вот подставляют прям Короче Третья личность Все Отменяем Все теории Нет никакой Третья личность Ну это Опять будет Как с Мефисто Мне уже не простят Понимаете? Второй раз Как бы уже не простят это Поэтому отменяю Отменяю все теории Не существует ее Я не знаю Она мне понравилась Но очень сложно Как-то описать эмоции От этой серии Потому что есть какие-то И такие слабые моменты Скажем так Ну во-первых Она супер каноничная По комиксам То есть В плане Опять же Это один из самых Наверное Комиксных проектов Вообще Марвел Потому что Они вообще тут Чуть ли не В каждой серии Переносят Какие-то моменты Какие-то сюжетные Ходы И даже Не знаю Вплоть до там До страниц Переносят Ну с другой стороны Комикс сам по себе Очень серьезный Такой сильный Поэтому Почему бы не воспользоваться Такой основой Если она у вас есть В качестве Как бы Ну права уже куплены Точнее права уже как бы есть И можно воспользоваться Но Все-таки В комиксе Там больше Выпусков Там все подробнее Как-то разжевывается И там Ну это по-другому Воспринимается Чем 6 серий сериала Поэтому Не знаю Вот Как они закончат Все зависит от финала Потому что Могут финал Очень Очень просто потерять И тогда Все это Не имеет смысла Я надеюсь Что Финальная серия Во-первых Все точки расставит Я надеюсь Короче Она будет максимально Без всяких там Клиффхенгеров Без оставленных вопросов Потому что Это будет Сцены после титров Нет я шмотал Вот Это будет очень печально Если они действительно Оставят задел на второй сезон И не расскажут Какие-то моменты Это мне кажется Не тот сериал Когда это стоит делать То есть может быть Какие-то там Знаете что Артур Хэролт Типа вернется Или там еще какой-нибудь Злодей там Египетский бог Ну воспоминания здоровские Вот кстати Момент когда Я думаю что все-таки Здесь будет использоваться Основа С детства Хонсу как каким-то образом Влиял на Марка Ну не знаю Может быть Тут конечно Можно по-разному Воспринять вот этот момент То есть это Или типа то Что он как бы сам Как-то Хотя нет С другой стороны Ну как бы Хонсу действительно существовал Короче я не знаю Что это значит Но это что-то значит Наверное это то Что Хонсу С самого детства Возможно он Каким-то образом Влиял на его Разум И сделал так Что он придумывал Это начал личность Для себя А может это все-таки Просто болезнь И потом Хонсу Воспользовался Этим момент Может быть Ну да Ну может быть Просто как символизм Не знаю Сделали в серии Короче непонятно Ну с матерью Тут все Как бы и так Открыто Ну показали Предысторию Как из комиксов Которые уже Не знаю Миллион В каждой серии Они рассказывают Как именно он Получил сил И наконец-то Это показали Лучше бы они Один раз показали Чем они Десять раз Рассказали Как он Получил сил Потому что я в разборах Устал это повторять Короче он становится Кулаком Возмездия Офигенный саундтрек Эпично Да в принципе Наверное все Тут как-то таких прям Каких-то открытий Таких Невероятных нет Там был QR-код кстати Да-да-да Я сам вспомнил И в чате увидел Вроде серия прикольная Но что-то мне даже Нечего сказать Как будто она плохая Но она не плохая Она просто Просто такая На эмоционал Направлена Ну не Вот Оскар Айзек Я говорю Оскар Айзек Вообще офигенный Блин у него каждый раз Получается Разделять Эти личности И ты действительно Видишь Разных персонажей Это офигенно Просто Не знаю Ему большой поклон Ну это опять на сайт Я уверен Я уверен Да-да-да-да Это Снова на сайт Марвел Так нельзя поступать В общем-то Не знаю Что будет со Стивеном Очень любопытно Как они завершат Этот сезон Потому что Они оставили столько Прям интересных моментов Которые можно затронуть Короче я надеюсь Эта серия В плане актерской игры Оскар Айзека Прям Фантастик Что-то они долго тянут С третьей личностью Я говорю Очень надеюсь Что это все Не окажется Пшиком Потому что Будет странно Потому что Намеки действительно На это есть То есть когда Они даже вот с этим играются А откровенно Они с этим играются Что типа Ты это помнишь Там это не помнишь Как-то И вот Вот этот Саркофаг Ну тоже Не просто Так было Показано Правда Правда Пожалуйста Ну да 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 Вот я же говорю Был саркофаг То есть очень много Разных намеков Которые Дают понять Что есть Существует Третья личность Было убийство В Третьей серии Когда никто Вообще не понял То есть Марк Подумал на Стивена Стивен подумал на Марка Ну Это же не может быть То есть это не мое Воображение Я в больнице Сейчас Так Была девушка в музее Да-да-да Ну девушка в музее Да-да-да Это все естественно Тоже я помню Ну как бы Это я уже говорю Про более серьезные Такие намеки Две личности Три Поэтому не смогли Заболонить Весы Не Вот это я сто процентов Сразу понял Что им нужно Я же сразу сказал Что им нужно будет найти Третью личность И тогда только Они смогут Как бы Закончить этот квест Потому что без Понимания всего Что есть Они не смогут Как бы Ну вот сейчас Они раскрывают Секреты друг друга И будет еще Третья личность Которая тоже Должна будет Раскрыть этот секрет Давай если Третья личность Не появится Ты начнешь Отращивать Я все Я забрасываю Забрасываю Вот эти все споры Нет Ну хотя Это безобидно Но все равно Я уже как бы Наспорился Все спасибо Не буду Все я Я молчу Я ничего не знаю Видите Я как бы Не буду говорить Больше В разборе Что-нибудь скажу Но не буду Третью личность Вообще упоминать Влад Ты сейчас в больнице Ты думаешь Что ты стример А мы врачи и близкие Пытаемся связаться С твоей реальной Личностью Но ты называешь нас Чатом Уже 9 лет Лечим Ничего себе Я болею долго Ну и спасибо Что глянули Вы самые лучшие Комплимент Поддерживайте лайком Или дизлайком Если комплимент Не понравился И конечно Подписывайтесь на канал Чтобы разбор И новые ролики Не пропускать Всем пока Там еще трейлер Тора Разбор на подходе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok